Игровые наушники с звуковыми эффектами H+, которые настраивали в акустической лаборатории Edifier и мощным чипсетом от PixArt. Низкая задержка до 45 миллисекунд и это означает, что в игры будет куда комфортнее играть. Также эти наушники имеют отличную автономность, удобное управление тапами, привлекательный дизайн с RGB-подсветкой и неплохие материалы за их стоимость. Два режима проигрывания музыки на выбор, такие как музыкальный режим и игровой. Ко всему этому наушники имеют защиту от пыли и брызг класса IP55. Все, в принципе, что я сейчас перечислил, можно прочитать в рекламе к наушникам под названием Edifier Hecate GT4. Но как дела обстоят на самом деле, сейчас я, разумеется, вам во время ролика расскажу. Всем привет, вы на канале ПользаNet, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я продолжу вас знакомить с True Wireless Sound наушниками. Наушников на канале больше всего сотен, и есть и те, которые стоят по 200 долларов, есть те, которые стоят по 300 долларов, а есть те, которые стоят по 20 долларов, 30 долларов и даже 15 и 10. Это одни из тех, которые можно назвать чуть-чуть дороже, чем дешевые. Edifier G4. Логично, что купил я их в первую очередь за внешний вид, потому что это а-ля игровые ТВС наушники. Когда я говорю игровые, никогда не забывайте, что, опять же, если вы профессионал, если вы реально проф в играх на смартфоне, том же, и вы этим зарабатываете деньги, никогда вы не найдете уши, которые смогут вам помочь выигрывать. Почему? Потому что при любом раскладе, даже вот здесь написано 45 миллисекунд задержка, это зависит, к сожалению, не только от данных наушников. Это зависит от производителей игр, это зависит от смартфона, от интернета и от оптимизации. То есть миллиард вообще вещей, которые влияют на задержку, поэтому мы танцуем от того, что вы обычный пользователь. Как обычному пользователю я могу вам сказать, что здесь есть защита от влаги и пыли IP55, это неплохо. Игровой режим, разумеется. Bluetooth версии 5.2. Здесь есть подсветка, надеюсь, что она не будет работать, когда вы будете просто прослушивать музыку, либо их можно будет отключить. Touch Control, к сожалению, это сенсоры и поддержка кодеков, опять же, к сожалению, почему-то указан только SBC. Я надеюсь, что будет кодек AAC. Покупал я их на Алишке по довольно выгодному ценнику. Напоминаю, что на данный момент, даже если вы выигрываете всего 2 рубля с доллара, выгоднее покупать через Kiwi. Не пиарю эту контору. Если необходимо что-то купить, закидывайте ровно столько, сколько нужно, переводите в доллары и оплачивайте ими. Инструкция, как всегда, в описании к видео. Не забываем, кстати, подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. Там почти 8 тысяч человек уже. И телеграм-канал скидок. Там 42, по-моему, тысячи человек. Ну, нас там много, в общем. В целом и частности, мата и хамства нет. Ну, выглядит они... Не скажу, что такое себе. Интересно, чего. Вижу я, как диодики работают в наушниках. Крышка интересная, прозрачная, притом полностью прозрачная. Магниты довольно неплохие. Открываются просто и одной рукой тоже. Английский язык. Никаких там оповещений. Power on. Ну, удобные. Удобные, обычные, интересные. Смотрим комплект. Уверен, что у них нет возможности беспроводной зарядки. Хотя, все бывает, так сказать. Кабель хорошего качества. Не длинный, но это стандарт для ТВС. Амбушюры. Еще две пары. Здесь стоят, как всегда, мки. Мне мки удобные. И это хорошо. По документации. Английский, испанский, чешский и... Есть. Русский язык. Люди нас не забывают. И что у нас интересного? Это мне важно. Есть ли изменение громкости? Голосовой помощник есть. Подсветка есть. Активация, деактивация. Интересно. Режим вызова есть. Игровой режим есть. Нет возможности изменять громкость. Во всяком случае, здесь она не описана. Не описана возможность подключения к программе. С одной стороны, удивительно. С другой стороны, те же QCV. Пусть программа убога. У них она есть. А наушники стоят... Я бы даже сказал, дешевле. Могли бы Edifier и заморочиться. Сами наушники собраны неплохо. Но не скажу, что прям супер хорошо. Ножки небольшие, недлинные. Но короткими их тоже не назвать. Если брать те же... Допустим, недавно у меня были наушники Realme Buds R3. Они были меньше. Правда, по стоимости чуть больше. Но там было активное шумоподавление. В целом, посмотрите. Очень советую Римовские. Вообще лучше. Они плохого не делают. Делают тут только супердорого. Если у них линейка OPX, OPX2. Восемь с половиной граммов у двух наушников. Один значит 4,2 грамма. И бокс 39 граммов. В целом, ничего удивительного. Очередная игровая штука. Очередная игровая штука G4 с гипотетической возможностью подарить кому-то из детей, подростков, либо любителей мобильных игр. Не скажу, что когда-то плохо делала Defire по звуку что-то. Поэтому протестирую, расскажу. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Вчера был розыгрыш. Смотрите на лайв-канале. Все осталось в записи. Там всего полчаса. А сам розыгрыш занимает, в принципе, в конце 5 минут. Но вы можете его не смотреть. В прикрепленном комментарии указан список тех, кто победил. Условиях конкурса, в которых под конец месяца всегда много и мои контакты, в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, выгодами и интересными предложениями на Алиэкспрессе, с тем, каким образом покупать. И плюс телеграм-канал взаимопомощи. Там нас больше 8 тысяч человек. И если вам нужен ответ на какой-то конкретный вопрос по технике, милости прошу. Мозгов хватает. Ответят вам. Все розыгрыши 30-го числа каждого месяца на стриме, иногда позже, иногда раньше, но стабильно разыгрываем. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже на данный момент я встретил только одну черную расцветку. По всей видимости, такая же есть белая расцветка, но я ее, опять же, в наличии не встречал. Дизайн бокса соответствующий, напоминающий космический корабль. Большая часть зарядного бокса изготовлена из матового пластика. А крышка выполнена из полупрозрачного пластика с глянцевой вставкой в виде треугольника. Габариты бокса составляют 65 на 58 на 30 миллиметров по самым объемным частям. В кармане он мешается из-за формы. Тактильно неплохой, но есть ощущение дешевого пластика. Из рук не выскальзывает и отпечатки не собирает, но потертости появляются моментально. Сборка не лучшая, которую я встречал, но и не худшая. На корпусе расположили название модели, наклейку с краткой информацией, выступ для удобного открытия крышки, разъем USB Type-C для зарядки и RGB подсветку, разумеется. Открыть крышку одной рукой довольно сложно, но можно. Крышка в открытом состоянии фиксируется, что довольно удобно. Шарнир пластиковый и люфт у крышки только в закрытом состоянии. Хлопок при закрытии крышки глуховатый. Внутри на матовой поверхности два глянцевых горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и маркировкой Left-Right. Наушники в боксе гуляют, и чтобы вытряхнуть усилия особо вам и не нужно, но в целом магниты неплохие. Емкость аккумуляторного бокса 400 мАч, полный цикл зарядки занимает до двух часов, беспроводной зарядки я не обнаружил. Наушники можно перезарядить от бокса стандартные три раза, саморазряда нет, что очень даже хорошо. Переходим к ушам. Изготовлены наушники наполовину из матового пластика и наполовину из глянцевого. Дизайн для игровых наушников слишком минималистичен по мне. Габариты 34 на 15 на 19 на 19 мм по самым объемным частям. Посадка в ухе неплохая, но после полутора часов лично у меня уши начинают побаливать. Из ушей они не выпадают, что хорошо, и из уха торчат не сильно. Звуковод овальной формы, и в размерах он небольшой. 5,8 на 7 на 3 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюр и сеточку, хоть и прочную, но не металлическую и не пластиковую. На корпусе есть два контакта для зарядки, маркировка left и right, микрофоны и сенсорная панель, которая подсвечивается буквой H. И во время прослушивания музыки подсветка медленно гаснет и заново светится, но ее можно отключить, тапнув 4 раза по любому наушнику. Из тапов на борту play-pause, переключение треков, ответ-сброс вызова и переключение между музыкальными и игровыми режимами. На тапы откликаются хорошо, одиночного тапа нет, что спасает от ложных нажатий. Музыкальный режим подсвечивается белым цветом, а игровой синим, но при солнечном свете различить сложно, хотя и можно. Озвучивание наушников на английском языке женским голосом. Вроде бы без акцента по мне. Чип установлен Pixart Pau 190X. Осначены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами с композитной мембраной. Сопротивление 32 Ом, диапазон частоты 20 Гц до 20 кГц, что стандартно. Чувствительность 100 дБ, активного шумоподавления, как и режима прозрачности нет. Заряд наушников в шторке отображается по одному. Наушники работают, но переподключаются с заметной задержкой. Автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством без проблем. Мультипоинта на борту, разумеется, нет. И сенсоров приближения также не завезли. Анимации я не обнаружил, и в рекламе ее тоже нет. Наушники имеют специальный настроенный звуковой эффект H для большего погружения в игру. Вдобавок, производитель заявляет, что задержка снижена до 45 миллисекунд. Далее, емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 34 минуты. Отыграли они на 65% громкости по кодику SBC 6 часов 3 минуты. Вместе с боксом они проживут сутки. Быстрой зарядки на борту нет, защита от пыли и брызг класса IP55. Я искупал их в проточной воде, и с ними ничего не произошло. Прямо стандартная моя фраза, когда никто не умирает, хотя должен, потому что защита IP55 не подразумевает, что вы будете их топить. Максимум легкий дождик. В воду их погружать нельзя. Далее, приложение, к сожалению, нет, но на данный момент я не встречал проблем их в работе, так что надеемся, что обновления в принципе им не нужны. Блютуз версии 5.2, что хорошо. Со смартфоном связь держат стабильно, через две стены не отваливаются, но иногда проскальзывают фризы. Из кодеков на борту только SBC, к Apple продукции подключаются без проблем. При включенном игровом режиме задержки на YouTube незаметны, как и в играх. В принципе, чего и стоило ожидать. Примеры вы сейчас увидите на экране. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают неплохо, конечно же, перегруз присутствует, но в целом голос слышно четко, даже в более шумном месте, чем ваша комната. Примеры вы сейчас услышите. В HeKate GT4, в помещении, в котором я снимаю распаковку. То есть здесь идеальные условия для того, чтобы записывать акустику. Сейчас вы слышите, как в идеальных условиях будет слышать вас собеседник, если вы вдруг решите в студии разговаривать через данные уши. Данные уши – это, разумеется, что-то где-то близко к игровым. Не обязательно детским, но к игровым. Стоят дешево. Микрофоны как отрабатывают, вы слышите. Смотрим. Edifier HeKate GT4. Пример работы микрофонов на улице в полевых условиях. К сожалению, начали мы снимать как раз, когда все машины уехали. Но, несмотря ни на что и вопреки всему, есть у нас попутный ветер. Он не сильный, но задувает сбоку. О, машинка! Вот так, примерно, вас будет слышать собеседник рядом с несожживленной дорогой. В неидеальных условиях. Но вот понесутся сейчас машинки. Идеальными микрофонами никогда не назовешь у чего-то подобного. Опять же, это все эконом-класс. Не эконом-класс по большому счету очень сильно-то и не отличается. Почему? Потому что CVC, шумоподавление, шумоподавление при разговорах, оно плюс-минус везде становится одинаковым. И технологии все равно потихонечку перетекают в Китай. И китайцы ими начинают пользоваться. Вот так вас будет слышать собеседник. Звучание. На 100% громкости каша присутствует. Но на 80 ее уже нет. Даже на 90 нет. Запас громкости лютый. Я прослушал музыку не выше, чем на 80% громкости. В игровом режиме по большей части акцент идет на бас. Он более глубокий. Взрывы, стрельбу, шаги и так далее наушники передает отчетливо и хорошо. Но сказать, что присутствует вау-эффект, я не скажу. В музыкальном режиме все более сбалансировано. Звучание все равно, несмотря на музыкальный режим, бас-хедное. Но неплохое за эту цену. Но, конечно же, в этой ценовой категории можно что-то лучше подобрать по звучанию. Не из игровых наушников. Возвращаясь к Adifier HeKate GT4, скажу, что звучат они как будто слушаешь музыку под водой. Они слегка глуховатые. И детализации по минимуму. Про инструментал говорить не стоит, так как проработки очень мало. Также дела обстоят и в вокале. Сцена не широкая, ощущения глубины не хватает. И не надо шутить здесь про то, что я их топил. Звук у них был точно такой же до того, как я их помещал в воду. Из минусов по боксу. Минус только в том, что он быстро собирает потертости. Сами наушники не совсем, по мне, удобные по посадке. Но здесь зависит от вашего уха. Несмотря на предпоследнюю версию блютуса, все равно хотелось бы иметь кодек AAC. Притом с Android устройствами. Ну и для игр лично, как по мне, звук можно было бы слегка доработать. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Либо какие-то более интересные, по моему мнению, предложения. Потому что я туда выгружаю в основном либо то, что советую и тестировал. Либо то, чем сам пользуюсь. Вдруг на момент вашего просмотра, в принципе, появится что-то интересное и веселое. И вы приобретете или посоветуете кому-нибудь. Резюмирую, Edifier Hickey GT4 хороший выбор для того, кто предпочитает басхедное звучание. И прекрасно понимает, что за такую стоимость великолепно звучать они однозначно не будут. При том, что они еще игровые, как позиционируются такими. Для игр хорошие. Хотя, опять же, я не в полном восторге. Но и плохими я не считаю. Все упирается в стоимость. А что вы хотели за эти деньги? Логично, что если не игровые наушники, даже какие-нибудь Xiaomi покупать за те же деньги, вполне возможно, вы получите лучший звук. Но не факт. Но здесь все решает внешний вид, как вы понимаете. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. Девайсу однозначно да. Хотя с пометкой для тех, кто понимает, зачем их покупать. Добра и удачи вам, дорогие друзья.